Добро пожаловать на просмотр видео. В прошлый раз мы сравнили две Нивы, а точнее ее старую и обновленную версию. Многим эта тема очень понравилась и народ попросил продолжать снимать эту рубрику. Я вас услышал, приятного просмотра. Сегодня мы сравним Москвич 2140 и Москвич 2140 SL. Разберемся в чем же их отличия и насколько их много. В конце я скажу, что выбрал лично я. Но для начала щепотка истории. Конструкторы Москвича были озабочены тем, что их детище терялось на фоне Жигулей и смотрелось очень просто. Исходя из этого, они решили обновить версию 2140, в которой будет добавлено то, что никогда не использовалось конструкторами СССР в машиностроении. Об этом мы обязательно поговорим. Итак, появляется на свет версия 2140 SL. Кстати, аббревиатура SL расшифровывается как Суперлюкс. То есть, грубо говоря, версия SL это люксовый вариант Москвича. Вот и вся история. Ну а теперь перейдем к сравнению. По традиции начнем с внешки. Бампера тщательно проработанной формы. Они были полностью изменены. Передние подпарники перенесли как раз таки на бампер. И это придало Москвичу абсолютно новый вид. Задняя оптика тоже обновилась. Она стала выглядеть более современной для тех времен. Кстати, стекла для задних фонарей выполнены из поликарбоната. И были произведены за рубежом специально для мансквича. Тщательно продуманы по дизайну ступичные вставки из пластика. Что касаемо шин, то до этого ставили радиальные покрышки. Теперь стали ставить диагональные. По бокам автомобиля были добавлены черные молдинги. А все для того, чтобы визуально автомобиль казался более длинным. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность модификаций, на передних крыльях установлены шильдики SL. Напомню, это расшифровывается как супер люкс. Кстати, зеркала заднего вида тоже обновили. Ну и последнее внешнее отличие это покраска автомобиля. Как раз таки про что я и говорил. Впервые в Советском Союзе автомобиль покрасили в металлик. Впрочем, такой краской были окрашены лишь отдельные партии автомобилей. Потому что не дешевое это удовольствие. Ну а теперь самое время перейти в салон. Была полностью обновлена приборная панель. Кстати, которая была разработана американскими специалистами. Новая торпеда. Новое рулевое колесо с элегантной накладкой. И сиденье с велюровой обивкой. Уюта в салоне прибавилось и благодаря ворсовому ковру. А также иной форме обивки дверей. Впрочем, главное нововведение это цветовая гамма салона. Вместо мрачных и тусклых оттенков в интерьере использовались детали серого и бежевого цветов. Ну а сейчас будет просто ноу-хау для тех времен. В версию SL были добавлены радиоприемники подогрев заднего стекла. В SL модернизировали систему отопления, благодаря чему в салоне стало заметно теплее и опять же уютнее. То есть салон здесь был кардинально переработан. Остались у нас только технические характеристики. В SL был установлен жигулевский карбюратор. Еще одно важное отличие это распределитель зажигания. Вместо обычного трамблера под капотом появилось изделие фирмы Bosch. Еще были такие нововведения, как корпус воздухофильтра, генератор и передаточное число главной передачи. Ну и пришло время подводить итоги. Мой выбор пал на москвич 2140 SL, так как он новее. Но я думаю большинство из вас выберет именно SL по той же самой причине. Ведь в Суперлюпс салон лучше, функций больше, вспомните радиоприемник и дизайн современнее. Что выберете вы, пишите в комментариях. А в следующем видео мы сравним ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. До конца видео осталось 20 секунд. Можешь выбрать какой видос посмотреть следующим или подписаться на канал, чтобы не пропустить тот самый видос. Кстати, напомню, в предыдущей части мы сравнили две нивы, старую и обновленную. Встретимся в следующем видео или на стриме.